МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Постоянно здесь костер горел, готовили они здесь на камнях. Подлежат сносу. Специалисты муниципального контроля продолжают работу по выявлению незаконных строений. Они должны многое, чего уметь, знать. И самое главное, любить свою Родину. Улицы моего села. В общеобразовательной школе Супсех ребята изучают историю своей малой Родины на необычных уроках в формате экскурсии. Храм – это красота, это культура наша. Благое дело. В поселке Виноградный начали сбор средств на закупку и установку от церковных куполов на здании строящегося храма. И начнем с темы благоустройства Анапы. По поручению главы города Юрия Полякова в районе стела Республика Детство появились новые клумбы и была отстроена народная тропа. А в эти дни Ремстрой продолжает работать на Пионерском проспекте. Прямая пешеходная дорога к остановке. Обновление которой сразу пришлось по душе жителям и гостям курорта. Еще в начале месяца здесь была народная тропа. После обхода Пионерского проспекта глава города Юрий Поляков дал поручение по благоустройству. Места оставили, очевидно, под елки надо хорошие. Только они такие, а сразу такую приличную. Вот видите букву? Я думаю, надо дать поручение. Хорошая стела, она уже такая исторически сложившаяся у нас. Надо будет ее освежить, обновить ее. И давайте опродлим вот эту народную тропу нашу, которая идет к остановке. Потому что люди все равно идут по тротуару и они прямо идут на остановку. По словам МКУ Ремстрой, план работ полностью выполнен. Произвели и косметический ремонт стеллы. Освежили буквы и закрепили декоративные украшения. Осталось только озеленение. На месте клумб высадят цветы и хвойные деревья. Была сделана народная тропа. Было произведение работы по культуре. У нее уложены плитки 42 квадрата. То есть, поручение выполнено. Сейчас ведется строительство тротуара возле технополиса Эра. Пешеходная дорожка будет составлять 760 квадратных метров плитки. Работы планируется закончить уже завтра. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анна Борьев. Специалисты муниципального контроля продолжают выявлять незаконные строения. На улице Владимирской сразу шесть гаражных боксов пошли под снос. Эти гаражи установлены на территории общего пользования. Разрешения на строительство отсутствует. В двух гаражах, судя по всему, кто-то нашел здесь временный ночлег. Шприцы, мусор и строительный хлам. Такая картина явно не соответствует статусу курорта. По решению межведомственной комиссии объекты снесут. Парочку бомжей сначала поселилось. Потом к ним еще присоединилось человека четыре. Ну и как-то самое главное, что постоянно здесь костер горел. Готовили они здесь на камнях. В присутствии полиции, общественности и органов ТОС сразу начались работы по демонтажу. Собственники двух гаражей разберут конструкции сами. Всем миром в поселке Виноградный начали сбор благотворительных средств на закупку и установку церковных куполов на здании строящегося храма. Уже собрано чуть более 600 тысяч рублей. Всего же требуется порядка полутора миллионов. Сегодня приход храма святого Василия Великого в поселке Виноградный расположился в бывшем общежитии. Помещение маленькое и неудобное. От силы здесь могут поместиться не более 25 человек. А в поселке проживает порядка 6 тысяч селян. Это один из самых больших сельских округов в муниципалитете. Местный депутат Евгений Громыко при поддержке жителей решил построить новый храм. Сегодня на территории, кроме вот этого небольшого прихода, ничего нет. Естественно, людям нужно верить, нужно молиться, нужно ходить в храм. Нужно вообще… Храм – это красота, это культура наша. Сказано, сделано. В 2006 году сделали проект будущего храма. За основу взяли архитектурные приемы славянских церквей древнерусского зодчества XII-XV веков. В тот же год и были начаты работы. Сейчас уже возведены стены. Строят храм всем миром. Водоканал безвозмездно провел воду, энергетики подключили свет. Свою лепту на богоугодное дело внесла и городская администрация. Мы обратились в администрацию города-курорта Анапа. Газпром как раз с городом-курортом Анапа, у них были какие-то переговоры по делам. И глава администрации обратился к ним, что помочь нам надо. И они, Газпром, выделили нам 2 миллиона рублей. Но сейчас работы на объекте вновь приостановлены. Приход не в состоянии купить 5 куполов для храма. Общими усилиями собрано порядка 630 тысяч рублей. А необходимо почти полтора миллиона. После возведения куполов нужно застеклить оконные проемы и установить двери. И тогда в недостроенном храме уже можно проводить службы. Прихожане с нетерпением ждут этого момента. Люди хотят, люди стремятся в храм, а у нас нет места. Прихожане храма обращаются ко всем неравнодушным жителям и гостям города-курорта. Помочь со сбором денежных средств для приобретения куполов. Реквизиты для пожертвования и телефоны для справки вы видите на своих экранах. В преддверии Дня народного единства в общеобразовательной школе Субсеха прошел необычный урок. Улица моего села – проект, созданный в школе несколько лет назад. Дети узнают историю знакомых мест, общаются со сторожилами, ветеранами боевых действий, а также предлагают свои идеи по улучшению улиц Субсеха. Вместе со школьниками на познавательные экскурсии побывала наша съемочная группа. Кто знает, в честь чего назвали улицу Советская? Давай. В этом на этой улице стоял Совет. Совет чего? Или кого? Это центральная улица Субсеха. Имя Верховного Совета ей присвоили во времена Советского Союза. Познавательный рассказ об истории главной улицы села – часть масштабного проекта 11-й школы. Следующая контрольная точка экскурсии – новый сквер воинской славы, который появился с подачи главы Анапы в этом году и уже стал любимым местом для селян. Здесь расположен мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы войны односельчанам. Несколько лет назад, увидев, что имена пяти солдат остались неизвестными, поисковая группа 11-й школы начала работу с архивами. Под руководством педагогов школьники не только отыскали информацию об этих людях, но и исправили ошибки в инициалах. Сейчас школа работает с документацией, чтобы добиться исправления имен на памятнике. По словам педагогов, главное преимущество подобных занятий – интерактивность. Они рассказывают, они делятся. У нас проходят классные часы, открытые классные часы, где они могут рассказать. У нас проводятся сочинения, у нас проводятся открытые уроки, мы даже делаем презентации. Ребята изучают не только, почему названа так улица, но ребята еще изучают, когда она возникла, протяженность этой улицы, достоинства и недостатки на этой улице, знакомятся с людьми, которые живут на этой улице, беседуют с ними, находят людей, которые имеют заслуги перед Родиной. Сейчас здесь готовятся к одному из главных праздников страны – Дню народного единства. Гвоздем праздника должно стать выступление школьного ансамбля. Теперь его репетиция проходит в отремонтированном актовом зале. Более полусотни детей входит в состав хореографического коллектива «Иверия». Его направление – танцы народов, проживающих в России. Ансамбль также многонациональный. За плечами участие в более чем 50 фестивалях, на которых они брали призовые места и гран-при. В пошиве народных костюмов педагогам помогают родители. Как считают хореографы, такой микс из разных культур помогает укрепить межнациональную дружбу. Делаем такие маленькие семинары, с детьми общаемся, даем понять, что мы многоциональная страна. Стихотворения дети всегда готовят по этой теме. То есть всегда идет не просто занятие у нас, а кроме этого устной формы. Мы все рассказываем, чтобы дети понимали, где они находятся, почему сюда приходят, почему должны между друг другом они дружить. То есть все вот эти моменты всегда учитываем и стараемся все донести до них. Дети выйдут в мир, уйдут из школы. Они должны быть твердо стоять на своих ногах. У них должна быть сформирована гражданская позиция. Они должны отличать плохое и хорошее. Они должны многое, чего уметь, знать и самое главное, любить свою родину. Это самое главное. 4 ноября дети из школы села Супсех примут участие в общегородском концерте, который пройдет на театральной площади. Праздничная программа запланирована и в стенах 11-й школы, а экскурсии по улицам Супсеха будут проходить в каникулярное время. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-Регион. Сегодня исполняется столетие со дня образования комсомола, Коммунистического союза молодежи. Это самая массовая в истории молодежная организация, в рядах которой за все время существования побывали более 200 миллионов человек. В центральной библиотеке Анапы прошло мероприятие, посвященное этой дате. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно. Такие слова есть в этой популярной в свое время песне. Комсомол называли передовым отрядом партии. В зале центральной библиотеки города-курорта те, кто во времена Советского Союза уже покинул бы ряды пионерской организации. И многие вступали в комсомол еще в школе, принимали не всех. Им рассказывают про времена, когда одно из привилегий было взять на себя ответственность за товарищей, а то и за всю страну. Первый воздушный таран во время Великой Отечественной войны совершил комсомолец Виктор Талалихин. Вклад комсомольцев в историю страны огромный. Комсомольцы строили, комсомольцы защищали свою республику, в том числе и наши анапские. И очень отрадно, что имя одной из комсомолок Анапы, Кати Соловьяновой, носит улица в нашем городе воинской славы. Отец почетного консула Республики Казахстан в Краснодарском крае Виталия Махначева в 1943 году приписал себе в военкомате один год. Стал танкистом, командиром отделения. В бою на АТ-34 атаковал тяжело бронированную самоходку «Фердинанд». Наш танк легче, но он не мог пробить в лобовую бровь. Надо сбоку было зайти. И вот как бы это было быстро все, как кино, долго. Тут в жизни все быстро. В окончании заклинило груди у нас. И тогда отец принял решение идти на таран. Башню развернули, и весь экипаж поддержал. И они пошли таранить этот немецкий «Фердинанд», завалили его. Потом была рука башни. В мирное время комсомольцы осваивали целину, строили БАМ, живя не в самых комфортных условиях. Многие называют советское время как минимум неоднозначным. Вместе с тем, у тех, кто интересуется, всегда есть возможность взять книгу и почитать, составив свое личное мнение о том, что двигало фактически их сверстниками и о чем они мечтали. Александр Ребекко при техническом содействии в Центральной библиотеке города-курорта. В Анапе состоялся ежегодный турнир по мини-футболу среди полицейских, посвященный памяти погибших сотрудников правоохранительных органов Кубани. В этот раз в соревнованиях приняли участие почти 300 человек. Состав участников более чем представителен. 27 команд территориальных органов МВД России Краснодарского края. Турнир уже стал традиционным и последние несколько лет проводится на базе спортивного комплекса «Витязь». От имени главы города мы желаем вам всяческих побед не только в спорте, но и в жизни. Хочется пожелать вам крепкого здоровья и успехов в труде и в спорте. Министерство внутренних дел уделяет особое внимание спортивной подготовке своих сотрудников. Поэтому соревнования регулярно проходят на краевых и всероссийских уровнях. Не только в футболе, но и других видах спорта. Я надеюсь, что эти соревнования тоже будут примером такого достойного мастерства. Мы готовимся сейчас в следующем году к соревнованиям, которые тоже пройдут у нас на территории города-курорта Анапе. Это уже спартакиада Министерства внутренних дел. Поэтому это также будет нам подготовкой, хорошим таким тоном для соревнований уже всероссийского уровня. Соревнования длились два дня. Накал, ожидаемо, пришелся на финал. В борьбе за победу нередко игра велась предельно жестко. Нередко с нарушениями правил. Есть. Достойные игроки и футболисты действительно прошли, которые и школу, и профессиональные лиги играли. Поэтому достаточно уже высокий уровень. С каждым годом все лучше и лучше. Поэтому есть на что посмотреть. На церемонии награждения был отмечен и игрок анапской команды. В номинации «Лучший защитник» награды от руководства удостоен следователь Владимир Уфлиян. К сожалению, но до финала нашей команде дойти не удалось. Не хотелось сыгранности и собранности команды. Мало тренировок. Больше надо было еще кадровый состав подготовить. Так-то все в целом нормально, хорошо все бились, все достойно. Ну, чуть-чуть не повезло. Результаты турнира таковы. На третьем месте команда полицейских из Выселковского района. Второе место за Приморско-Ахтарским районом. А победителем соревнований стала команда отдела МВД России по Денскому району. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Центр здоровья приглашает на день открытых дверей для взрослых, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с инсультом. Завтра с 8 до 12 часов можно будет бесплатно пройти комплексное обследование, включающее в себя экспресс-анализ с уровня холестерина и глюкозы крови, измерение артериального и глазного давления, расчет индекса массы тела, скрининг сердца на кардиовизоре. Кроме этого, по результатам обследования можно будет получить консультацию врача-невролога. Всех желающих ждут в Центре здоровья по адресу улица Родниковая, дом 4Б. Телефон для справок 54487. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова